Дело в том, что здесь же настоящее болото было. То есть были песчаные косы, а между ними болото. Значит, что сделали, когда приехали работники Петра Первого? Они все вот эти косы сравняли, засыпали болото, и стало одно большое болото. Значит, после этого пришлось делать каналы, в чем я смотрел рисунки Пушкина. Значит, на Васильевском острове были песчаные косы 10-метровой высоты. Росли огромные сосна вековые, все это было срублено, и действительно все превратилось в болото, после того, как весь этот песок был распределен по низким местам. А там были деревни, да, были деревни финские. Так что было вполне обитаемое место, но чтобы тут какой-то был город. Знаете, кто разрешил строить город? Столицу Северного Терриста Первого? Нет, ну кто ему разрешил? Ньютон. Ньютон? Ньютон, он был навигатором приората Сиона, да. Это чисто масонский проект. Значит, почему он делался? Потому что широта Петербурга соответствует наибольшему восхождению Сириуса. Сириус – это родина Люцифера, считается. А вторая причина – это долгота. Значит, долгота должна совпадать с долготой Александрии. Потому что в Александрии правили цари Птолемеи, да? От Птолемеев произошла вся современная элита. Птолемеи – это потомки гексусов, понимаете, да? Вот это Клеопатрия и все вот эти предыдущие династии. Вот если мы сейчас пройдем и посмотрим, скажем, фонтан. Знаете, у Абмиралтейства. Это Гороховая улица, да, Вознесенский проспект и Невский проспект. Образует, просто дело, да, треугольник, пирамиду, да, и вершине масонский глаз. Все правители мира – это масоны египетского ритуала, поэтому оттуда все идет. Поэтому это чисто масонская затея была. Ну, так же, как Петр I, знаете, он же был голландским масоном, он приехал. Он по-русски вообще ничего не мог говорить. Из-за него Меньшиков думать о чем выступал. Уезжал один человек, приехал другой. С ним вернулся один Меньшиков, понимаете, вся его команда исчезла в поездке. После этого всю свою семью уничтожил. В то время столица масонов перебралась из Голландии в Лондон. То есть вот тайное правительство масонское перебралось в Лондон. Лондон там центром, но Лондон на Атшибе находится. А им хотелось быть поближе к центру Европы. Вот поэтому Петербург для этой цели как раз и подходил. Ну, тем более, что евреев в Англии было мало в то время. Как бы вот эта сила, которая работает на масонство. Ну, поэтому Петербург был предпочтительнее в этом смысле Лондона. Но Лондон до сих пор остается столицей, потому что, знаете, ничего у них не получилось с этой затеей, да. То есть посадить своего правителя не удалось на царский трон, потому что Петр не оставил наследника мужского, да. А у них наследство передается только по мужской линии у иллюминатов, да. Значит, цари им были чужды совершенно. Хоть, например, Сидоров, он говорит, что династия Романова входит в семью иллюминатов. Но на самом деле она бы входила, если бы Петр Первый оставил мужского наследника. Такого не было. Значит, это была чуждая для них семья. И Ротшильды еще в начале 18 века, то есть в начале 19 века, приняли решение об уничтожении семьи Романовых, всей династии. Ну, удалось это только через век сделать. То есть вот в столетии множество покушений было на Романовых, знаете. Ну, некоторые говорят, что семья Романовых осталась жива, ее перебросили то ли в Англию, то ли в Голландию. Но это очень маловероятно. Я вот изучал этот вопрос и думаю, что это все утка, сделанная специально для того, чтобы восстановить нашу династию, но уже на масонской основе. То есть все время нам подсовывают каких-то правителей, да. Ну, это представители черной аристократии. Естественно, Западу и Лондону хотелось бы, чтобы у нас был такой правитель из черной аристократии. Им полностью подчиненный, да, просто их марионетка. Это бы им хотелось, конечно. Вряд ли будет у нас, к сожалению, в осознанном анархии. Конечно, бы это хотелось сделать, но вряд ли это получится. Потому что найти подходящую кандидатуру практически невозможно. Потому что если эта кандидатура будет рассматриваться Западом, то это обязательно будет представитель черной аристократии, что нам совершенно не подходит, да. Ну, а мы сами не сможем этого сделать, потому что, опять-таки, из-за разногласий мы не сможем никогда договориться. Ну, вы знаете, ведь масоны, они помешаны на символике. Так что это имеет, конечно, смысл. Когда человек несколько раз посмотрит на такое изображение, привыкнет к нему, он уже будет воспринимать это как должное, да. То есть, да, это воспитательная работа. Не только показать, что мы здесь правим, да. Но это формирование определенных смыслов у людей. Ну, а самое главное, конечно, что вот такая символика, распространенная в Петербурге, просто свидетельствует о том, что Петербург был разработан и строился масонами. Это действительно так. В отличие от Москвы, да, Петербург – это масонский город. Да, и... А если говорить о влиянии каком-то оккультном, нам тоже это есть. Вот есть люди, которые утверждают, что сфинксы, которые построены, поставлены на Неве, да, они очень отрицательно влияют на энергетику города. Если вы посмотрите на сфинксы, то там сбиты надписи. Сбиты надписи на этих сфинксах. То есть, возможно, что они делались при царях-гексусах, эти сфинксы, и поэтому с них были сбиты все надписи. Надписи, по-видимому, были на русском языке, поэтому сбиты были. Многие люди, во всяком случае православные, требовали, чтобы сфинксов убрали из города, что они негативно воздействуют на наш город.